Екатерина Мизулина в КФУ. Что же такое Магелланово облако? Как роботы спасут жизнь человеку? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Игорь Озеров. В Академии наук Республики Татарстан прошло традиционное торжественное заседание, посвященное Дню Российской Науки. В мероприятии приняли участие министр науки и высшее образование РФ Валерий Фольков, Раиста Татарстана Рутам Мениханов, ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин, а также другие руководители вузов, представители государственной власти, бизнеса и научного сообщества. Перед началом торжественной церемонии гости осмотрели экспозицию научных достижений республики. Казанский университет представил на ней проекты, связанные с комплексом лечения нейродегенеративных заболеваний и нейротравм. Об этапах диагностики и лечения рассказал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Резванов. Ведущий научный сотрудник лаборатории генные и клеточные технологии Казанского университета Яна Мухамедшина рассказала о разработке лекарственных генотерапевтических препаратов для лечения редких наследственных заболеваний. Лаборант-исследователь Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Арсен Мамлеев представил платформу с автоподогревом и перфузионной камерой для использования в ветеринарии. Особого внимания заслуживает еще один проект ВУЗа, направленный на лечение различных ран без предварительного обеззараживания. Об уникальном антибактериальном покрытии участникам собрания рассказал старший преподаватель Химического института имени Бутлерова Семен Романов. В завершении Рустам Миниханов и Валерий Фольков вручили ряд государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан за достижения в области научно-технологического развития. Почетным званием заслуженный деятель науки Республики Татарстан была награждена заведующая кафедрой физиологии человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Гузель Ситикова. В зеленом зале Казанского федерального университета состояло заседание Организационного комитета по подготовке к празднованию 220-летия Казанского университета. Встреча состоялась при участии министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фолькова, ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина и другой государственной власти и научного сообщества России. Валерий Фольков поделился своими мыслями о праздновании юбилея вуза с коллегами и отметил заметное увеличение количества достижений в КФУ. Далее в Музее истории Казанского университета прошла церемония вручения ведомственных наград, посвященных Дню российской науки. В императорском зале Казанского федерального университета состоялась встреча депутата Государственной думы Российской Федерации Олега Морозова со студентами и сотрудниками вуза. Представляя Олега Викторовича, президент КФУ Рияз Минзарипов отметил, что председатель комитета Государственной думы РФ по контролю Олег Морозов – выдающийся выпускник Казанского университета, который вынес большой вклад в развитие вуза и Татарстана, а сейчас он работает на благо всей нашей большой страны. Депутат всех созывов Госдумы предложил рассуждать об изменениях, происходящих в России и в современном мире. По словам спикера, граждане России сейчас действительно находятся в таком историческом переломе, который потребует от страны пересмотреть практически все вопросы своей внутренней и внешней политики. Ни одного сегмента, наверное, не осталось, где не придется вносить не просто коррективы, а вносить кардинальные изменения. По крайней мере, это касается экономики и финансовой системы. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялась встреча с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, организованной Департаментом по информационной политике Казанского федерального университета. Небольшое выступление, а после формат открытого общения со студентами, где каждый мог задать свой вопрос. О том, как прошло мероприятие, узнавала моя коллега Елизавета Газизянова. Актовый зал культурно-спортивного комплекса «Уникс» буквально ломился от количества желающих воочию увидеть главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Департамент по информационной политике Казанского федерального университета организовал ее визит в ВУЗ с одной целью – вновь рассказать студентам о том, насколько важно беречь свою безопасность в сети интернет. Вступительную речь Екатерина Мизулина началась небольшой лекцией о необходимости следить за своим информационным образом. В будущем последствия могут быть совершенно непредсказуемы, даже для, казалось бы, безобидных фото и видео. Кроме того, речь пошла об интернет-мошенниках, тех, кто готов на многое ради получения прибыли в сети. Екатерина Мизулина отметила, чтобы не стать их жертвой, нужно грамотно определять контент, выкладываемый на просторы интернета. Преступники, они очень четко изучают наши с вами портреты. То есть они приходят уже на готовые, они знают прекрасно уровень дохода, достатка, где вы живете, как вы живете, что вы совершаете, какие покупки вы совершаете, какой круг общения. Делают портрет человека и уже после этого чаще всего приходят с разного рода предложениями такого рода опасных моментов для нас с вами. К сожалению, сразу после небольшого вступления слово было предоставлено студентам, которые готовы были задать вопросы, волнующие общественность. Основной интерес молодежи вызывала проблема цензуры некоторых исполнителей. Екатерина Мизулина даже вызвала гостей из зала на импровизированные дебаты, которые вскоре закончились рукопожатием и принятием точки зрения обеих сторон под бурные аплодисменты зала. Также многие интересовались личностью самой гостей и часть вопросов была посвящена текущей деятельности Лиги безопасного интернета. Екатерина Мизулина отметила, что подобные встречи необходимо проводить на постоянной основе. Это поможет не только студентам, но и школьникам научиться правильному и безопасному поведению в интернете. Эти встречи я провожу по запросу школьников и студентов. Вы видите, сколько молодежи собралось сегодня, сколько еще до сих пор ждет совместных фото, общения. Это происходит в каждом регионе нашей страны. Невероятное количество запросов. Молодежь очень хочет обсуждать вот эти сложные, проблемные темы, связанные и с интернетом, связанные с государственной политикой. С ними очень мало на эти темы разговаривают. И я стараюсь показывать вот эту открытость. Прекрасным завершением вечера стала масштабная фотосессия, где каждый желающий мог лично поговорить с Екатериной Мизулиной и сфотографироваться на память. Кроме того, небольшим презентом стали открытки с автографом члена Общественной палаты Российской Федерации, чтобы этот вечер точно запомнился надолго. Елизавета Газизянова, Николай Асуховский, Тимур Ахметов, Универ Новости. Тема космоса всегда вызывает интерес как у взрослых, так и у детей. Смогут ли люди когда-то переехать на Луну? Существует ли жизнь где-то помимо Земли и сколько планет всего в Солнечной системе? Эти и многие другие вопросы не останутся без внимания. Поэтому ученые тщательно изучают космос, чтобы разгадать все его тайны. Не так давно большая международная группа астрономов и астрофизиков нашла доказательство, что малое Магелланово облако — это больше, чем просто одна галактика. Что из себя представляет спутник Млечного Пути и какие тайны он скрывает, узнаем в следующем сюжете. Малое Магелланово облако — это галактика-спутник Млечного Пути, находящаяся в 210 тысячах световых лет от Земли в созвездии Тукана. Она была открыта европейским исследователем Фернаном Магелланом. В начале 16 века, во время его путешествия вокруг земного шара, облако является неправильной эллиптической галактикой. Считается, что оно образовалось примерно 13 миллиардов лет назад. В результате гравитационного коллапса газа и пыли в протогалактическом облаке. Дело в том, что Магеллановы облака, и большое, и малое, которые находятся достаточно близко друг от друга, они располагаются вблизи южного полюса мира. И соответствующим образом в южной полусфере нашей планеты все время как раз пользовались наведением на эти облака, чтобы определять свое местоположение. А если говорить о малом Магеллановом облаке, то это вообще карликовая неправильная галактика, или по-другому диффузная галактика. То есть имеет совершенно неправильную форму, то есть достаточно молодая. Ну и разумеется, нужно отметить, что там присутствует большое количество и молодых звезд. Со временем малое Магелланово облако продолжало развиваться и расти посредством процессов звездообразования, взрывов, сверхновых и слияний с другими галактиками. При изучении Магеллановых облаков впервые была обнаружена зависимость между такими вот звездами, как цифеиды и другими параметрами, то есть их размером, периодом их пульсации. И таким образом был, в общем-то, открыт закон, как определить достаточно большие расстояния во Вселенной. То есть, зная период пульсации и зная величину звездную или светимость данного объекта, можно сказать, что мы наблюдаем вот глубь Вселенной на такое-то расстояние. Группа астрономов из научного института космического телескопа в Мэриленде отслеживала движение газовых облаков и молодых звезд, рождающихся в них, вокруг малого Магелланово облака. Им удалось обнаружить, что небольшая галактика состоит как минимум из двух систем, что также вызывает интерес. Есть предположение, что они появились из остатков бывших галактик. Различия в металличности их звезд и особенности межзвездного газа можно объяснить разными историями эволюции. С другой стороны, расположенная ближе к нам система может быть основной галактикой, а дальняя — ее обломком. По теории, где-то через 2,5 миллиарда лет эти две галактики и Большой и Малой Магелланово облака должны слиться с нашей галактикой. То, что должны мы соединиться с галактикой Андромеды, и вообще-то процесс уже пошел, это известно многим. Но, тем не менее, оказалось, что если с Андромедой еще у нас есть время порядка 4 миллиардов лет, то здесь соединение должно произойти гораздо быстрее. Малое Магелланово облако нередко используется в качестве эталона для сравнения с другими галактиками и учета свойств звездных скоплений. Поэтому в будущем его исследования продолжаются с использованием новейших телескопов и приборов. Ожидается, что это поможет раскрыть еще более глубокие тайны эволюции галактик и появление новых звезд. Кристина Текина, Универновости. Применение роботов в промышленности началось более полувека назад. Сфера их применения широка от производства лекарств и медицинского оборудования до создания машин, самолетов, военной техники. Наука не стоит на месте и ищет способы улучшить эффективность тех или иных технологий. Свое решение предложил Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского федерального университета. Роботы уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их используют для создания техники, лекарств, бытовой электроники, а также они сильно упрощают жизнь человека в быту. Примечательно, что роботам доверяют доставку продуктов, управление и даже создание машин. На сегодняшний день перед учеными и разработчиками стоит важная задача – улучшить взаимодействие человека и робота, чтобы увеличить производство. В Институте искусственного интеллекта робототехники и системной инженерии Казанского федерального университета начали разработку коллаборативного робота, или сокращенно – кобота. Они подходят для выполнения разных задач – покраски, шлифовки, сварки. Сфера применения также широка – от обороны промышленного комплекса до производства медицинской техники и оборудования. Коботы – это такие типы роботов, которые взаимодействуют непосредственно с человеком, то есть их, условно говоря, не программируют, а они работают согласно натуральным командам человека, то есть по голосу, по жестам, просто помогают им выполнять какие-то операции. И для них максимально важно задать корректные правила функционирования, условно говоря, чтобы людям они не повредили. Но что они являются гораздо более эффективными в тех случаях, когда идет не массовая, например, конвейерная сборка, а когда рассматривается экономика, ну, как сейчас, индивидуальных изделий. Ну, сейчас, условно говоря, даже каждый автомобиль индивидуальный. И сейчас они начинают все более и более встраиваться именно в жизнь современных предприятий, в самые различные изделия. И по ним вот сейчас вот начался практически взрывной рост публикаций, ну, и мы, так сказать, ну, вовремя ухватили возможность, ну, действительно, сделать значительный вклад в эту область. Разработан прототип кобота. Корпус для него создали на 3D-принтере. Как заявляют создатели, в последующих версиях будут использоваться голосовые команды и жесты рук, чтобы управлять коллаборативным роботом. Уникальность данной модели в том, что она может ходить по стенам и потолку. Это стало возможным благодаря присоскам и гидравлическому насосу, который выкачивает воздух из присоски, тем самым позволяя роботу мобильно перемещаться по разным поверхностям. Нашей съемочной группе одной из первых показали коллаборативного робота в действии. Мы разрабатываем именно коботов индустриального назначения, то есть это малые машины, ну, малого размера, они весом до 100 килограмм, которые перемещаются, именно перемещаются, мы разрабатываем именно мобильные коботы, по различным поверхностям, в опытных цехах, в экспериментальных цехах, на различных, ну, откровенно говоря, захламленных площадках, так, где мало рабочих мест. И они могут закрепляться и работать как на горизонтальных поверхностях, так и на наклонных, так и даже вертикальных поверхностях в ряде случаев. А операции, какие они выполняют, ну, в общем, те же самые операции, что и мастера, и работники на любых производствах, то есть это практически все, начиная от сборки, покраски, клепки, зимковки, стверловки, то есть вот, ну, вот, собственно говоря, вот такая... В чем еще вот... То есть, понимаете, эти роботы, они выступают как именно помощники специалистов людей. Не стоит забывать, что это только ранний прототип. Команда высококлассных специалистов трудится над улучшением моделей и доработками. Модифицируют способы закрепления на разных поверхностях, разрабатывают алгоритмы походки и многое другое. Планируется, что в 2024 году будет создан полноценный образец для работы, а в 2025 начнется сборка и демонстрация коботов на промышленных предприятиях. Карина Саяхова, Николай Суховский, Тимур Ахметов, Александр Кузнецов. Универновости. На этом все. В студии был Игорь Озеров. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok